Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Ташанан бақ палыртны ежеп ужарзайама тенек вағыт шитря. Фактивек сенберге манзан, умречи пызық иғдыва темлеку ерзан кына шиденю дыватыр. Арыслан зем. Шыбазире телевзине пұрныжа кіртмел лайық майзем доза баре. Карьера карташ кебе бұрудым жүлевеқ баратыр. Херзем. Кулинки гелдейш сен темлеку едашы. Візне пұрныш лазақ кун истегайы. Китезем бе хұтшын үзнелай қлатма, чуна үш сагалашмада майкеля. Тараза зем. Пұрныжа шыне варғыш кәре. Тавраришін зіне сенюканаш па пұлышны чуна савындаре. Малашлыға үрі витим күре. Скорпион зем. Чын ракан леделлып көпулзан кына, ұқшаденгі бейшіғын лайдөзіне оныш лататса барадыр. Шамын бады шылдар земсере пұрыш рейде қывыра алырат итмасын еші. Уғыжы зім. Чи пызықта шудаймытсіне пұрын жәкіртмеш аныш пызық. Тавраришін зімде пұрды денебеге ақсирын паталла турдынеш. Туға жегіз зім. Азырғаныр үті земсерімге ұзы күрмақытланеш. Негамынсы мақнеде аны итлер пұры едывада қывыр пілнебе құравлар. Шығдыған зім. Күнібек темшетмес пектуіне. Шылдар земсере пір-бір қызықлы күмілаға яған әш пұжармасын еші. Пұлы зім. Кел жүрдә тербей елем кертмеш аның бейік интергера ұлыштармам мейлі күн. Сізділ бұғана пір вүрінден тебір вүріна көзер залартыны шүрда қытлық көре чүна саундаре. Сізділ бұғана пір вүрінден тебір вүріне көрсіз. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Мой вопрос такой и был. Откуда, собственно, берутся эти животные и как вообще появилась такая идея открыть такой вот зооуголок в детском парке? Ну, зооуголок к нам перешел с республиканского учреждения, да, если помните, он был там в свое время в Юнитексе. Было такое заведение на базе, на бульваре юности, оно находилось на базе детского, ну, не детского, а садика. Ну, садика нужно было возвращать детям, вот, поэтому была там небольшая реформа, и мы перевели с баланса республики на баланс города такое учреждение, где были животные. Да, там с того времени зоопарк уже расширился, да, то есть было поголовье, да, какие-то животные были переданы в дар, каких-то мы покупали. Ну, вот я говорю, как получается, даже когда мы покупаем, мы покупаем, как говорится, самых больных, сирых и убогих, ну, они у нас все равно становятся звездами любимцев. Ну, грубо говоря, можно сказать, что мы, ну, спасайте, собственно, животных, ну, я ведь прав. Ну, да, мы работаем с Минприроды в плане того, что у нас был, конечно, опыт косулю, да, то есть когда трехдневную косулю нашли в лесу, и мать отказалась от нее. Но там была история совсем такая интересная, что природа ведь ничего не делает просто так. То есть если мать ушла, значит, так и должно было быть, а мы же пытаемся всегда. И еще, насколько я знаю, лебеди, которые на нашем заливе Чебоксарском тоже, по-моему, у вас зимуют, нет? Да, лебеди зимуют. Более того, я приоткрою завесу тайны, в рамках 550-летия мы будем еще приобретать лебедей, будет на заливе, тем более сейчас залив объединен, в связи с окончанием ремонта моста. Будет еще больше лебедей, то есть будет еще красивее. Ну, так вот, как вот эти вот животные, которые обычно живут в тропических широтах, зимуют в условиях суровых, так скажем, в Чебоксарах, в зимних условиях, им не холодно, а не не холодно? Что интересно, что все животные, которых вы назвали, даже те, которые назвали, которые есть у нас, которые теоретически оревого обитания далеко-далеко, все они родились в России. Как бы, ну, интересно было, допустим, верблюд у нас вообще тоже уроженец Нижегородской области, города Нижнего Новгорода, то есть он спокойно зимует минус 30, ему нипочем, у него огромная шапка, ведь не зря говорят о том, что один из самых теплых шерсти, или теплых одеял верблюдья шерсть. На самом деле, альпака, она тоже, говорят, еще теплее, и альпака у нас тоже есть. Кстати, альпака тоже родился в Нижнего Новгороде, мы очень любим этот город, потому что он нам всегда помогает с прекрасными животными. То есть, естественно, типолюбивым животным созданы все условия для содержания согласно того, как они должны в тепле находиться, то есть, если это обезьяны, то есть у них теплые утепленные вольеры, где постоянно поддерживается необходимая температура. И, естественно, рацион питания в зимний период совсем другой, то есть он более усиленный, с витаминными добавками, то есть больше фруктов, овощей, и чуть-чуть калорийность тоже прибавляется, с учетом зимопериода. Еще я знаю то, что у вас в парке есть, ну, братья наши меньше, еще меньше кролики, птицы, утки, ну, маленькие, в общем, такие животные. Ну, вообще, у нас за уголки где-то 27 видов животных, то есть это, говорит, не то, что их всего 27, да, а 27 видов. То есть у нас только кур, пород, порядка 12 пород кур. А фазанов сейчас 6 видов, и мы будем фазанарии развивать, да, расширять, потому что фазан – это интересное, красивое животное, и оно, в принципе, неприхотливое содержание. Вот, кролики, морские свинки. Ну, у нас, конечно, маленькие посетители обожают кроликов и морских свинков, потому что, вот, то есть это вот сразу бегут к ним. То есть, ну, мы сейчас начались активно, опять же, выводить дополнительные, сами разводим и кур, каких-то интересных породок. То есть все животные, которые у нас содержатся, либо у них какая-то интересная история, либо они каких-то ценных породок. – Забегу немного вперед. Вы сказали про расширение, так скажем, нет ли в планах, ну, далеко идущих, каких-то наполеоновских планов, как-то вот, ну, увеличить, так скажем, расшириться, взять, допустим, еще животных и прямо вот сделать полноценный зоопарк в Чебоксане? – Ну, на самом деле территория парка Николаева, она, как говорится, имеет свой лимит. Всего три с половиной гектара в центре города. И тот за уголок, который находится, да, на территории, я думаю, что это максимальный и по площади, и по наполняемости, ну, может быть, там, от силы одно-двух можно и больших животных еще приобрести. То есть, к сожалению, дальше будет уже некомфортно и посетителям, потому что должна быть четко логистика, дорожки, и, опять же, мы не забываем про эвакуационные выходы, да, то есть это все по норме безопасности, мы четко это следим. – Безусловно, есть необходимость, наверное, есть потребность у города, потому что мы столица Чувашской республики, о создании полноценного большого зоопарка. И действительно, наверное, не только мы, как администрация парка, администрация города, мы все жители города Чебоксары мечтаем, да, о том, чтобы у нас был полноценный зоопарк, где, ну, как бы сейчас тенденция такая мировая идет, что вот, типа, жестокое обращение животных, но я хочу сказать, что, опять же, вот мы пошли по пути того, что у нас животные доживают в комфорте и уюте свои годы, да, то есть негуманно усыплять здоровое еще животное, которое, ну, работало на цирке, да, и такая профессия была. Поэтому вот этот вариант, наверное, может быть, зоопарк и домашних животных и так далее, потому что многие городские дети, к сожалению, не могут отличить козу от барана. То есть и просветительская роль, да, за уголка, это музей живой природы, то есть оно все-таки играет, наверное, важную роль. Ну, вот, да, вы затронули такую вот интересную тему, когда, вот, да, сейчас вот у нас в стране приняли такой закон о жестоком обращении животных, да, одно дело, просто скажите, прав я или нет, одно дело, это контактные зоопарки, где, ну, животные, так скажем, содержатся не в очень хороших условиях и, в принципе, вот этот постоянный контакт с людьми им вообще, ну, не нужен. И другое дело, этот маленький зооуголок, где эти животные, так скажем, проводят достойную старость. Я ведь прав? Ну, вот смотрите, чем мы сразу не пошли по пути контактного зооуголка, потому что у животного нет выбора, хочет он с тобой общаться или не хочет. То есть у нас есть относительный контакт, то есть если ты понравился животному, то оно может подойти и пообщаться с тобой, естественно, через загородку. В тот момент, когда ты ему надоешь, оно всегда может сделать выбор и уйти. То есть она не ограничена, то есть она находится в своем, как говорится, домике и может сделать выбор да или нет в любой момент. Это как бы самое главное отличие от зооуголка, от контактных. Хорошо, спасибо большое. Мы продолжим наш разговор обязательно после небольшого перерыва. Уважаемые телезрители, еще раз доброе утро. Напоминаю, сегодня у нас в гостях в студии директор парка Николаева Георгий Леонидович Богуславский. Еще раз доброе утро. Доброе утро. Ну и, собственно, раз уж мы, собственно, заговорили о добром утре, как начинается день и как начинается утро в зооуголке Ковчега, который находится в вашем парке? Какой вообще распорядок дня у этих животных? Ну, естественно, животные просыпаются все рано с первыми лучами солнца, да, то есть как бы световой день для них является основой бодрствования. Естественно, все начинается с кормежки, потому что все хотят есть, то есть в первую очередь начинается кормление животных, замена чистой питьевой воды и после чего уборка вольеров. То есть если сегодня не выходной, да, а пока у нас на зимнем режиме это понедельник, вторник выходной, все остальные дни, в том числе суббота и воскресенье мы работаем, то до прихода посетителей, ну, должны расчистить вольеры, убраться, чтобы был порядок, чистота, животные были накормлены, сытые, довольные. И уже в 10 утра, опять же, в зимнем режиме, да, мы открываем свою дверь и до 6 вечера за уголок всегда всех ждет. А по поводу питания животных, есть ли какие-то, ну, допустим, ну, понятное дело, у них есть как бы рацион, вы рассчитываете, приобретаете этот рацион, а есть ли какие-то вот, ну, для животных, так скажем, деликатесы, такая вот пища, которая вот для них по праздникам, допустим? Ну, допустим, вот на сухе, да, у нас сейчас две на сухе, мальчик и девочка, они очень любят яйца куриные, то есть сырые, вареные, там, в любом виде. Павяна обожает бананы, да, как не странно, то есть бананы, это все его, ну, у каждого, наверное, животного свои вкусовые предпочтения, но есть какие-то вкусняшки, которыми, то есть зная, что он больше всего любит, то есть можно и с ним, допустим, что-то сделать, если нужно, допустим, в вольер убраться, можно его заманить, отвлечь, убрать в вольер, и действительно, то есть это работает. То есть у каждого есть, вот, они все, они такие же, как и люди, то есть только не могут говорить, наверное, да, у каждого свой характер, у каждого, может быть, плохое настроение проснуться утром не с той ноги, и будет, допустим, тот же самый павиан, он больше, наверное, совсем похож на нас, то есть он может быть в плохом настроении весь день. Я почему спросил, просто, ну, посетители, которые приходят в зооуголок, они, ну, как правило, приносят с собой какие-нибудь такие лакомства и стараются там вот... Ну, мы, да, мы стараемся просить наших посетителей не приносить ничего из дома, да, то есть потому что, как бы, рацион есть, сейчас можно приобрести у нас для многих, для почти всех видов животных, вот, кто в открытых вольерах содержится, специальную ковлю. То есть это гранулированная трава, мы покупаем в экологическом, там, чистом районе фермерское хозяйство, собирают эту траву, гранулируют ее, то есть это гранулы. Мы долго экспериментировали, у нас есть и комбикорм для птиц, тоже, опять же, то есть у этих кормов есть все гигиенические сертификаты. Поэтому, да, можно обратиться, наверное, ко всем посетителям, пожалуйста, не приносите ничего из дома, потому что есть шанс, что животные могут получить какую-то инфекцию, да, или заболеют, или, может быть, вы не досмотрите. Многие просто приносят какие-то гнилые фрукты, мы не кормим гнилыми или испорченными, то есть это все сортируется, моется, то есть обязательно чистые, мытые, то есть у нас своя термокухня. Поэтому, если вы хотите покормить животных, приходите, купите за небольшой, там, пакетик 300-граммовый, можно купить корм и покормить. Это гарантия того, что это безопасно будет для животных, и, тем не менее, вы, приобретая этот корм, помогаете, опять же, этим же животным, потому что эти все деньги идут на развитие зооуголка. Кстати, вот еще один такой вопрос. Нужна ли в вашем зооуголке какая-то, допустим, волонтерская помощь? Потому что я сейчас знаю то, что волонтерское движение, оно такое очень развитое, и очень развито оно именно вот в таком экологическом, так скажем, смысле. И в зоопарках в некоторых тоже есть такие, ну, небольшие отряды волонтеров, которые просто в свое удовольствие приходят, помогают ухаживать за животными, потому что, ну, просто вот им нравится быть с животными, так скажем. Ну, действительно, сейчас тема волонтерства очень актуальна, и очень приятно, что многие молодые люди с удовольствием идут помогать не за деньги, да, то есть, скажем так. У нас вообще есть на базе парка, вернее, студенты Чебоксарского сельскохозяйственного академии. У нас прямо есть отряд волонтеров, они приходят, помогают, ухаживают за животными, также проходят у нас практику, и мы, в принципе, никогда не отказываемся от помощи любой. Ну, понятно, что работа волонтера – это неквалифицированная работа рабочей руки, и, как правило, работа связана там с уборкой вольеров, да, то есть и так далее. К сожалению, несовершеннолетних мы не можем допускать к уборке вольеров, потому что это достаточно грязная работа, но помощь какая-то в уборке там снега и так далее, мы всегда приветствуем и ждем. Тем более, как бы мы активно работаем с волонтерским центром города Чебоксара, мы сами ведь муниципальные учреждения культуры, и поэтому волонтеры нам всегда охотно помогают. Также волонтеры у нас, кстати, приходят не только за уголок, также волонтеры нам помогают в организации мероприятий, праздников. Вот сейчас на Масленице у нас порядка 10 ребят-волонтеров будут помогать нам организовать, Масленице, работать аниматорами, коробейниками до точек. Кстати, я вот сейчас себя поймал на мысли, что я не знаю, ну, я про парк Николаева в целом, я не знаю, что было на месте парка до, собственно, парка имени Андрея Николаева. Когда он встал, да. Да. Ну, на самом деле, как бы сквер, он был всегда. История парка, как рассказывают старожилы, когда Андрей Николаевич полетел в космос, там, то есть он, когда уже вернулся, парк уже назвали в честь него. То есть вот такая история парка. Безусловно, так как парк носит имя великого космонавта, великого сына чувашского народа, мы для нас всегда, помимо календарных праздников, Масленицы, там, 1 июня, для нас всегда день рождения Андрея Николаевича, всегда тоже священным праздником, мы всегда с удовольствием встречаем. И, таким образом, мы, наверное, все-таки ближе к звездам, да, благодаря нему, потому что вот мы чтим эту память, нам всегда очень приятно. Ну, и еще день космонавтики, 12 апреля. Ну, день космонавтики, это, да, безусловно, по умолчанию идет, но вот все-таки день рождения Андрея Николаевича, наверное, такой же главный праздник, как день космонавтики. Ну, и раз уж мы вспомнили, так скажем, начало жизни парка, какие у вас планы еще вот на будущее? Может, нам нужно ждать что-то прям такое очень интересное, и там еще наряду с зооуголком появится, я не знаю, там, маленький какой-то океанариум, где уже будут рыбы и все такое? Ну, океанариума точно не появится, потому что площадь не позволяет, но к 550-летию города Чебоксары мы приготовили множество сюрпризов. К началу сезона я, опять же, не буду открывать все секреты, потому что всегда интересно увидеть и вживую, нежели 10 тысяч раз услышать. То есть мы не меняем, немножко будет у нас изменен дизайн входной группы, ваншафтный дизайн на центральной аллеи парка поменяются, будут несколько интересных арт-объектов, ну и также мы запланировали ряд фестивальных мероприятий на территории парка, которые не оставят никого равнодушны. Так что следите за нашими новостями по всех наших соцсетях и приходите, смотрите. А сейчас ближайший праздник, вот я, возможно, злоупотреблю уважением, приглашу всех жителей столицы Чувашской республики гостей и ближайших городов на Масленицу. Это 10 марта будет большая широкая Масленица. Безусловно, что это Масленица, так как парк у нас детский, она будет ориентирована в первую очередь на детей всех возрастов, чтобы это было им интересно. И взрослым тоже не оставят равнодушных, поэтому все ждем 12 часов 10 марта. Да, приглашаем всех на праздник на Масленицу. И, Вася, тоже с семьей приглашаю. Обязательно, всей семьей обязательно придем, будем есть традиционное угощение на Масленицу. Блины, это обязательно. Будут же блины. Обязательно, блины, горячий чай, блины с различными начинками, но все будет хорошо. Я вот хотел узнать по поводу, собственно, посетителей парка. У вас же по-любому ведется, допустим, какая-то статистика по посетителям, по количеству посетителей. Кто чаще всего приходит с детьми в парк? Родители или бабушки или дедушки? Вот очень хороший вопрос. На самом деле мы постоянно мониторим ту целевую аудиторию, которая приходит, и потому что вообще даже, открою маркетинговый секрет, мы вообще тут формируем сами поток той целевой аудитории, которая нам необходима, и что мы можем его скорректировать. Социальный портрет посетителя парка – это молодые пары, где-то от 22 до 35, ну там 30, ну 40 максимум лет, хотя вот этот промежуток от 22 до 35 – это самый большой процент посещаемости с детьми. Да, безусловно, дедушки, бабушки тоже приходят, но вот те условия, которые мы создали, те программы, которые приходят, хочу сказать по-другому. То есть когда есть выбор пойти куда с ребенком, родители предпочитают, молодые родители, прийти вместе с ребенком к нами вместе, нежели отдать бабушке и дедушке, чтобы они сходили. Как правило, так бывает. Да, то есть мы пойдем в кино, а вы там сходите с детьми в парк. Вот, то есть мы создали такие условия, что они интересны именно и молодежи. Ну, опять же, мы стараемся расширять максимальную аудиторию, да, но так вот получилось, что та целевая аудитория, которую мы хотели, она так у нас и приходит. То есть это молодые семейные пары с детьми, как правило, один или два ребенка в семье, наши постоянные посетители. Ну, в общем, родители не хотят оставлять детей, допустим, с бабушками. Дедушки, они сами тоже хотят посмотреть. Да, им настолько интересен парк, что они сами как бы хотят приходить и никому не хотят делегировать такое удовольствие. Ну, хотелось бы, опять же, отметить, что каждый год, это порядка 15, вот в прошлом году мы 18% прирост посетителей зоопарка, не только зоопарка, но и вообще парка. Это в целом мы увеличиваем, где-то порядка на 20% ежегодно просто посетителей. То есть это результат сваженной работы коллектива и также результат тех количеств мероприятий и правильной организации мероприятий, которые мы проводим. То есть мы всегда и постоянно поддерживаем интерес и всегда дарим удовольствие. А может быть глупый сейчас вопрос задам, но все-таки, может быть, у вас есть ответ на этот вопрос. Какое максимальное количество за день было у вас посетителей в парке? Просто интересно. Я хочу сказать, то есть примерно, не то что по ощущениям, то есть вот самая большая посещаемость парка тут была буквально недавно, к нам приезжал российский Дед Мороз из Великого Стюга, больше 5000 человек было. За день? Ну да, за день. То есть, в принципе, единовременно, наверное, на территории парка находилось там порядка там около 4000 человек. То есть это очень много для нашего маленького парка. Это было как бы неожиданно, но и неинтересно в то же время, потому что тот интерес, который, тот фурор даже сказать, не то что интерес, фурор, который произвел российский Дед Мороз, было удивительно. Георгий Ильич, спасибо вам большое за такой интересный рассказ. Спасибо большое, что вы пришли к нам в гости. Пожалуйста, в конце еще пару слов для наших телезрителей о том, как нужно хорошо проводить время с семьей. Может быть, какие-то есть секреты и о том, вот как нужно любить братьев наших меньших? Ох, какой многогранный вопрос. Ну, время с семьей, конечно, надо проводить, безусловно, всегда. Как можно стараться чаще. У меня не всегда у самого, наверное, так получается, к сожалению. Но любовь к братьям нашим меньшим, наверное, нужно воспитывать с детства. Вот, не зря же принимается, ужесточился закон о защите животных, да, то есть мы говорим о толерантности по отношению к людям, да, то есть, но, как правило, забываем о том, что животные – это братья наши меньшие, и к ним также нужно относиться с трепетом и уважением, да, то есть понятно, что это не значит, что нужно попытаться там домой тащить всех кошек, да, но если есть возможность пристроить там котят, среди друзей, родственников, да, тем более в холодной зиме, время года. То есть животным надо помогать, потому что тысячелетия человек живет рядом, бок о бок с животными, они помогали нам, да, то есть, как правило, то есть мы помогали им. Более того, вот новость смотрю, вчера в Домодедово поставили собак, да, и то есть пассажиры перед полетом могут снять стресс, там, по лоскам, погладить собаку, да, то есть интересно тоже, то есть животные помогают нам в повседневной жизни, казалось бы, да, то есть погладь кошечку, давление понизится, да, то есть погуляй с собакой, лишний вес может уйти. Поэтому надо относиться к животным как не слугам, да, или как украшениям, как игрушкам, а к нашим друзьям, которые живут, существуют, и у них тоже бывают болезни, им бывает плохо, им бывает хочется покушать. Поэтому я призываю всех быть чуть-чуть добрее, весна, помогать не только людям, но и их животным. Мы в ответе за тех, кого поручили. Ну, не знаю по поводу того, чтобы там погладить кошку и сбросить лишний вес, но настроение однозначно повышается после того, как, ну, мы тоже иногда приходим гулять к вам с ребенком, с супругой, ребенок в восторге, если честно. И вот, ну, хочется, наверное, от лица всех жителей города возьму на себя такую функцию, выражу вам благодарность за содержание такого вот красивого, маленького, очень уютного зооуголка. Спасибо вам большое, мы всегда вам рады, всегда приходите. Ну, и не забываем про масленицу. Масленицу однозначно, да, на масленицу ждем. Спасибо большое, уважаемые телезрители, передача Ербузан подходит к своему завершению. До новых встреч, будьте здоровы, берегите животных.